Самые актуальные новости города в эфире первого Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Коротко о главном. Министр труда и социальной защиты Серик Абденов разъяснял жителям Карагандинского региона о модернизации пенсионной системы. Экс-начальник управления энергетики Ирлан Утешев просидит еще месяц. В угольной столице появилась аллея журналистов. Модернизация пенсионной системы по Казахстанске вызвала бурю эмоций среди жителей Карагандинской области. В позднем выходе на заслуженный отдых для женщин, к примеру, министр труда и социальной защиты Серик Абденов отыскал массу преимуществ. О них и попытался рассказать глава Минтруда, госслужащим, учителям и медикам региона. Сколько мы вложили средств от собственной зарплаты на индивидуальный пенсионный счет, столько и мы будем получать пенсии. Пенсионная реформа предусматривает создание единого накопительного пенсионного фонда и повышение эффективности данной системы. Отныне все накопления будет контролировать правительство. С приходом пенсионной реформы о солидарной пенсии казахстанцам придется забыть. Если мы останемся вот тех параметров сегодняшней пенсионной системы, не будем реформировать на сегодняшнюю пенсионную систему, то по расчетам и нашим, и Всемирного банка мы придем к тому, что в 50-м году мы будем иметь всего лишь 12,8% замещения своего дохода. Пенсионная модернизация, безусловно, имеет преимущество, ведь ранний выход на пенсию может грозить болезнями и преждевременным старением, заключил глава Минтруда. Вам нужно работать и работать, потому что, ну, зачем нам в 50 лет думать о пенсии? При выходе на пенсию мы просто приобретем дополнительные болезни. Мы будем раньше стареть, это однозначно. Дополнительные трудовые 5 лет позволят женщинам накопить достаточно средств на достойную старость, уверен Серик Абденов. О модернизации поведали и рабочим из Жасказгана. Если мы хотим, имеется это для граждан, если мы хотим каждый из нас при выходе на пенсию иметь соответствующий размер пенсии, то мы должны думать о том, что больше участвовать в системе, больше накапливать, больше отчислять. А как же быть тем женщинам, которые трудятся на комбинатах или в особо вредных условиях? Ведь там, помимо тяжелых условий труда, добавляется ряд профзаболеваний. Они-то и требуют пристального внимания. Чтобы убедиться, что трудиться женщинам не так легко, Серик Абденов направился на медиплавильный завод Жасказгани. Между тем, в Карагандинской области сегодня насчитывается 183 тысячи человек пенсионного возраста. Это около 13% от общей численности населения. Напоследок глава Минтруда дал всем гражданам совет. И дворникам, и министрам надо работать. Надо работать и регулярно отчислять. Ирина Камышова, Жаск Габасов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Экс-начальник управления энергетики Ерлан Утешев просидит за решеткой еще как минимум до 20 мая. Накануне стало известно, что виновнику ДТП со смертельным исходом продлили арест на месяц. По информации суда района имени Казбекби, следствию необходимо провести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить характер полученных всеми участниками ДТП травм. Кроме того, нужно дождаться заключения автотехнической экспертизы, чтобы установить, к какой группе сложности относятся происшествия. И была ли у Ерлана Утешева техническая возможность предотвратить аварию. Данных судебных экспертиз необходимы для расследования полного, объективного и всесторонного исследования обстоятельства дела. Данное постановление вступило в законную силу. Приверемся на рекламу, она пройдет быстро, не переключайтесь. Молочная фабрика «Натеже» представляет Новый продукт – ацидофилин. Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натеже» с заботой о вашем здоровье. В угольной столице появилась аллея журналистов. Инициатором акции по посадке деревьев стали телеканал «Первый Карагандинский» совместно с Акиматом города Караганды. В минувшие выходные представители средств массовой информации взялись за лопаты и высадили 50 молоденьких соси на бульваре мира. Хотелось бы отметить, что это аллея журналистов. Для всех журналистов, это не только наша аллея, это для всех журналистов. Каждый из вас посадит здесь деревья. И надеюсь, мы в будущем будем все ухаживать за этими же деревьями, за этой аллеей. Журналисты не только освещают жизнь города, но и вносят свой вклад. Сменив привычные микрофоны, диктофоны и ручки на лопаты и перчатки, карагандинские акулы и пера принялись озеленять город. В посадке деревьев участвовали все – местные газеты, республиканские региональные телеканалы, представители пресс-служб. Настроение сегодня отличное, конечно, вообще погода суперская, солнца нету, дождя нету, прям тепло. И замечательно, что вообще придумали эту идею. Будете как-то ухаживать за своим деревом? Да, мы потому что находимся здесь в принципе недалеко, будем каждый день таскать баклажки и сами поливать деревья. Аллея журналистов существует только в Астане и Актабе. Теперь такой могут гордиться и карагандинские смейщики. Инициатором открытия «Зеленого уголка» стал телеканал «Первый Карагандинский». Поддержал идею городской Акимат. Здесь уже появляются ощущения причастности к нашему медиа-сообществу. Это редкое чувство. Общими усилиями карагандинских журналистов было посажено 50 молоденьких сосен. Значит, Караганда стала еще зеленее, еще красивее. Мы продолжаем выпуск. Новые возможности выразить себя в творчестве предоставляет областной фестиваль «Студенческая весна-2013». Он будет проводиться с 22 по 26 апреля. Сегодня состоялось его торжественное открытие в Карагандинском экономическом университете Каспотребсоюза. Управление по вопросам молодежи Карагандинской области решило возродить былую славу и влить новую струю энергии в студенческий фестиваль. А то о нем несколько позабыли. В весеннем фестивале студентов примут участие представители девяти вузов области, около 500 человек. Помимо художественной самодеятельности в конкурсах будут участвовать и спортсмены. Появился дебатный турнир. Будет выбрано мисс-фестиваль. И, конечно, многоголосый КВН. Мы стараемся всесторонне задействовать нашу творческую, активную студенческую молодежь для участия в нашем региональном фестивале. Он будет проходить ежегодно. Количество участников не ограничено. Организаторы фестиваля надеются, что в следующем году он станет республиканским. Лауреаты фестиваля «Студенческая весна-2013» получат дипломы, ценные призы, подарки. «Студенческая весна-2013» может стать серьезным трамплином для участия в республиканских и международных конкурсах. Ольга Чарокова впервые принимает участие в подобном мероприятии. Мы будем выступать группой. Втроем трио. У нас три девочки. Мы будем петь песню на казахском языке. Какую песню? «Казахелия». Вы давно поете на казахском? Нет, честно, буду первый раз петь на казахском. До этого я пела песню на английском. Выступали в институте, пели на английском песню. Впереди студенты ждут конкурсы, на которых они будут бороться за право стать лучшими. Пожелаем им ни пуха, ни пера. Сергей Высокосов, первый карагандинский. Карагандинцы продолжают акцию «Посади дерева». В Парке Победы появляются новые аллеи. Это и своеобразный вклад горожан в глобальную энергоэкологическую стратегию страны «Зеленая экономика». Подробности у нашего корреспондента. Караганда, к сожалению, не самый экологически чистый город. Поэтому каждое новое дерево приближает момент, когда о загрязнении воздуха, воды мы будем вспоминать с удивлением и непониманием. Но это в будущем, а оно начинается сегодня. Следующие поколения не должны подвергаться воздействию экологических рисков. Это одна из государственных задач, которую озвучил президент Казахстана в своем очередном послании народу. Сегодня мы смотрим в 2050 год. Каким будет это дерево к тому времени? Эти дети пока и не понимают, что делают благородное дело. А когда они вырастут вместе с этими сосенками, то приведут на эту аллею своих детей. И они посадят свои деревья. Так и будет происходить этот вечный круговорот. Наши дети вместе с родителями посадили сейчас в Парке Победы 20 сосенок. Пусть эти сосны растут вместе с нашими детями. И наш город с каждым годом, чтобы хорошо. Чтобы этот день сохранился в памяти реветишек, радостным и особенным, все они получили подарки. А над посадкой следующей аллеи трудятся банковские служащие. Работа идет основательно, со знанием дела. Экономисты сначала все просчитывают, а уже затем берутся за работу. Тепло рук передается молодым саженцам. А те, вырастая, вновь вернут его людям, очищая воздух и принося радость в их отношения. Возможно, под этими соснами будут признаваться в любви счастливые парочки. Сегодня мы собрались с коллективом, чтобы внести посильный вклад в озеленение нашего города, в очистку нашего города. И сотрудники наши с огромным энтузиазмом поддержали эту идею. Я думаю, что это и не последнее мероприятие, которое мы проведем совместно с нашим коллективом на благо нашего города. Чистота и красота нашего города находятся в наших руках. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Количество разбираемых дел в специализированном межрайонном административном суде города Караганды неуклонно растет. Только за первый квартал текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого в суд поступило на 300 дел больше. Об этом и многом другом сообщили на брифинге, который прошел накануне. За цифрами статистических данных сложно уследить за тенденциями и причинами роста административных дел. Например, на первом месте все также находится проблема управления транспортными средствами в состоянии алкогольного обвинения. Тут никакие промилле не помогут. Если смотреть статистику в сравнении с прошлым годом, уменьшение пошло в состоянии алкогольного обвинения. В то же время увеличение идет количества дел, связанных с отказом от освидетельствования. На 200 единиц увеличилось количество таких дел. Пытаясь скрыть прием алкоголя, водители отказываются от освидетельствования. А если они уже лишены прав, то санкция предусматривает административный арест. Отказ от медицинского освидетельствования не освобождает от наказания. Закон суров, но он закон. Например, 5 апреля гражданин Касымов не выполнил требования сотрудников органов внутренних дел о прохождении медицинского освидетельствования, хотя сам является оперуполномоченным Восточного отдела полиции УВД города Тимиртау. Постановлением суда господин Касымов признан виновным в совершении административного правонарушения и лишен права управления транспортным средством на срок 2 года. Большое количество дел стало поступать от таможенных органов. В основном стремятся снизить уплату таможенной пошлины на ввозимый товар. Отсюда и ненадлежащее оформление деклараций. Крупные штрафы. Поэтому мы даже подсчитали, за первый квартал мы наложили штрафов уже больше, чем в сравнении с прошлым годом, за весь год. За весь прошлый год в бюджет государства ушло 95 миллионов тенге за штрафы по таможенному оформлению. За первый квартал текущего года уже наложено штрафов на сумму в 12 миллионов тенге. В целях развития малого и среднего бизнеса 26 декабря прошлого года принято изменение в Кодексе административных правонарушений. В статье, предусматривающей наказание за снижение сумм налогов в подаваемой декларации, изменена санкция в случае нарушения статьи в первый раз. Если ранее налагался штраф, то сейчас налоговые органы ограничиваются предупреждением. Сергей Высокозов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. Капитана футбольного клуба «Шахтер» Андрея Финонченко считают самым лучшим и преданным игроком команды. Все потому, что спортсмен всю свою жизнь посвятил родной команде. Сегодня он является лучшим бомбардиром Казахстана, бронзовым призером чемпионата страны, двукратным чемпионом Казахстана. А последним достижением спортсменов в составе команды – это Суперкубок Казахстана. Кроме того, карагандинский футболист вошел в топ лучших нападающих страны, которые забили наибольшее количество голов. Футбольная команда «Шахтер» у многих любителей этого вида спорта ассоциируется именно с Андреем Финонченко. Сегодня известный футболист рассказывает о патриотизме. Защищать цвета родного клуба – это и есть любовь к родине. Я родился в Караганде и всю свою жизнь посвятил родному клубу, шахтеру. Также, когда выступал за свою национальную сборную, это честь для каждого футболиста – выступать за свою национальную сборную. Капитан команды рассказывает, что на сегодня перед футбольным клубом стоят задачи особой важности. Это выиграть чемпионат страны, Кубок Казахстана, а также достойно выступить в Лиге чемпионов. Сегодня любимчик болельщиков – участник республиканского форума «Судьба страны. Моя судьба», задачей которого является демонстрация успеха страны через призму судеб граждан, которые внесли вклад в становление страны и добились небывалых успехов. Выпуск продолжит. Новости спорта о них расскажет Берри Копаров. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». 1-7. Кто бы мог подумать, что самое крупное поражение в турнире СРРК получит в финале. Это был не просто чувствительный щелчок по задранному носу чемпиона регулярки. Это скорее увесистый хук с правой или с левой, кому как удобнее. Этих самых хуков и других бойцовских приемов хватило на любой вкус, особенно в концовке матча. Гости извлекли уроки из ошибок первой игры и сами забросили две быстрые шайбы. А за ними и другие, на которые хозяевам удалось отвечать только лишь грубостью. Михаил Махо забросил, что называется, гол престижа. Но общей картины шайба не поменяла. Поражений с такой разницей до этого момента не было. Как сказал главный тренер СРРК Андрей Кирдюшов, голову пеплом посыпать не будем. Серия только началась. Удачное начало. Это много значит. Вот сыграем мы первый период на ноль, игра бы совсем другая получилась. Может не было бы такой, да, конечно же, игры жесткой, порой грубой. Но быстрые две шайбы, две грубейшие ошибки. После таких ошибок тяжело собраться. А посмотрите, были же, ну, немного моментов у нас было. Соперник нас переиграл в чистую. Но были моменты, те же две штанги. Это были, но она уже не идет. Понимаете, это же хоккей. Чемпион страны продолжает поиски своей игры. Очередное, третье, к ряду поражения. Шахтер получил в Атырау со счетом 1-0. Западно-казахстанский клуб сезон начал лучше карагандинцев. За пять матчей была одержана одна победа. Три матча завершились в ничью и лишь одно поражение. Перед матчем Виктор Кумуков поменял игрока на последнем рубеже. Теперь вместо Александра Мокина место в рамке занял юный вратарь молодежной сборной Казахстана Сергей Ткачук. К слову, именно после его ошибки в концовке игры и залетел единственный мяч в сетку Шахтера. Теперь после шестого тура карагандинский клуб занимает десятую строчку с активом 4 балла. Отставая от идущего первым Тараза уже на 8 очков. 24 апреля появится шанс отыграть отставание. Шахтер принимает южно-казахстанский клуб в следующем туре премьер-лиги. На этом у меня все. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского 42-06-49. Еще больше новостей на нашем сайте. Адрес на экране. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Аман Сау Бонздар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин